Добрый день, уважаемые зрители. Вот не так я давно обнаружил на стенах города Брянска домов. Но сейчас мы, как видите, в Беженском районе. Вот такие объявления. Но я хочу сказать, что я вообще очень плохо отношусь к людям, которые гадят на стенах и портят внешний облик нашего города. И если до сих пор такую низость могли себе позволить только там подпольные продавцы якобы конфиската или чего-то подобного, то здесь, вот видите, стоит управление Федеральной налоговой службы России по Брянской области. Я бы подумал, что это, ну и вообще хочется думать, что это какая-то провокация против налоговой службы с целью дискредитировать их. Но я вот обнаружил 7 числа в центре города, на площади перед драмтеатром, неких людей, одетых в футболке с надписью «Заплати налоги», которые приставали к прохожим и что-то там им пытались пихать. Я хотел это снять, но когда меня увидели, видимо, узнали, быстренько собрались и исчезли. Вот, под этим видео в ссылке будет статья, где фотографии этих людей. Это, видимо, я вот тоже посоветовался. И похоже, что это некая местная инициатива, так сказать, наверное, не вполне адекватных и дружащих со своей головой чиновников. Ну и вот смотрите, что у нас получается. То есть эти люди тут вот, видите, а любое такое загаживание, оно уже повлечает, тут уже следом начинают клеить объявление, там, куплю квартиру и так далее. И сейчас вот эта стена, которую не так давно отремонтировали, она скоро превратится в обклеенное всяким мусором. То есть отвратительное зрелище. Вот как с этими негодяями бороться, вот объясните мне, к тем, кто вот гадит, вот прям там, где живет и там, где работает. И вот я, конечно, сейчас отошлю это видео в Федеральную налоговую службу, пусть они расследование проведут. Я также это видео отошлю в областную прокуратуру, пусть они объяснят, как бы вот этим людям, что так не делается. Ну и вообще я уж не говорю здесь про содержание, так сказать. То есть не им напоминать про дело чести и про уплату налогов. И у меня сразу возникают вопросы, а кому вообще, за чей счет вот это все печаталось? Мы что, должны платить налоги, чтобы какой-то идиот потом печатал всякую дрянь и клеил на стены? Или издавал футболки с призывами, заплати налоги? Рядился в это и ходил по улицам, приставал к людям? Вот объясните мне. Ну я уж не говорю про то, что нам сейчас государство объяснило, что оно ничего не должно гражданам. Ну а что сейчас? Нормально не топят, люди жалуются. Вообще зачем нам государство? Оно должно защищать в первую очередь своих граждан. А тут получается, что любого спросите. У нас граждане в первую очередь боятся государства, а не других граждан. И что на них могут напасть, так маловероятно. А вот на то, что там человек будет идти, ему там предъявят, что он там митинг незаконный проводит. Это сплошь и рядом. А когда какие-то люди в футболках с призывами проводят незаконное мероприятие, я больше чем уверен, что незаконное. Если законное, пусть вот тогда мне объяснят, кто санкционировал в центре города вот это вот сборище в футболках и раздачу листовок и приставания к людям. Ну и я уж не говорю, что защищать нас не защищают. Медицина там последняя, сходите в любую поликлинику или в больницу, что там творится, лечить не лечат. Учить уже скоро все платное и поборы. А почему-то, ну про дороги там, это вечная тема. Но при этом тут, видите ли, дело чести нашей. Вот как-то так. Подписывайтесь на мой канал, распространяйте вот такие видео. Я просто это вот так долго снимаю, потому что вот, наверное, ну это уже как бы за гранью где-то. Тем более они зачем-то здесь каких-то английских джентльменов, склоняющих головы, нафотографировали. В качестве иллюстрации проделать чести российских граждан. В общем, всего вам доброго. Вот так мы и живем.